Здравствуйте! Мы начинаем урок математики. Тема урока — алгоритм вычитания трёхзначных чисел. Рассмотрите примеры. Какие ошибки допущены в записи примеров? Верно, в этих примерах смещены, то есть неправильно записаны разряды. Вспомним, о чём мы говорили на прошлом уроке, когда составляли алгоритм сложения трёхзначных чисел. Единицы должны быть записаны под единицами, десятки — под десятками, сотни — под сотнями. Действия начинаем выполнять с первого разряда, разряда единиц. Что нужно знать, чтобы не ошибиться при решении подобных примеров? Правильно, мы должны знать алгоритм, то есть порядок вычитания трёхзначных чисел. Поэтому целями сегодняшнего урока мы определяем. Научиться выполнять вычитание трёхзначных чисел в столбик по алгоритму. Совершенствовать вычислительные навыки. Решать задачи. Давайте найдём разность двух чисел. 637 и 273. Пишу единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Вычитаю единицы. 7 единиц минус 3 единицы — 4 единицы. Пишу под единицами. Вычитаю десятки. Из трёх десятков нельзя вычесть 7 десятков. Беру одну сотню. Чтобы не забыть об этом, ставлю точку на цифры 6. Одна сотня и три десятка — это 13 десятков. 13 десятков минус 7 десятков — получается 6 десятков. Пишу под десятками. Вычитаю сотни. У нас было 6 сотен. Одну сотню мы забрали. 5 сотен минус 2 сотни — получается 3 сотни. Пишу под сотнями. Читаю ответ. 364. Данный алгоритм вы сможете ещё раз прочитать на странице учебника. А теперь давайте выполним задание из учебника. Узнай, на сколько единиц и во сколько раз одно из этих чисел больше другого. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, мы используем действие вычитания. Нужно из большего числа вычесть меньшее число. Чтобы узнать, во сколько раз одно число больше или меньше другого, необходимо большее число разделить на меньшее. Решим примеры. 51 минус 17 — получится 34. Делаем вывод. 51 больше 17 на 34 единицы. 51 разделить на 17 — получится 3. Следовательно, 51 больше 17 в 3 раза. Следующие примеры. 72 минус 4 — получится 68. 8. Делаем вывод. Делаем вывод. Первое число больше второго на 68 единиц. 72 разделить на 4 — получается 18. Следовательно, 72 больше 4 в 18 раз. Остальные примеры, ребята, я предлагаю вам решить самостоятельно в домашней работе. А теперь давайте перейдем к решению задачи на этой же странице. Прочитайте задачу. В книжном шкафу было 120 книг. Когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг. Насколько больше книг выдали, чем осталось? Выделим опорные слова. Было, продали, осталось. Запишем краткое условие. Было 120 книг. Выдали неизвестное количество книг. Осталось 56 книг. Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Насколько больше выдали книг, чем осталось? Нет. Для этого мы должны знать, сколько книг выдали. Нам известно, что было 120 книг, осталось 56. Можем посчитать, сколько книг выдали. Выдали. Теперь мы можем ответить на вопрос задачи. Из количества выданных книг вычитаем количество оставшихся. 64 минус 56 – 8 книг. Следовательно, на 8 книг больше было выдано, чем осталось. Ребята, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Сегодня на уроке мы с вами составили алгоритм вычитания трехзначных чисел, решали задачи изученного вида, а также упражнялись в решении примеров. Все эти знания помогут вам выполнить домашнее задание. На странице 72 в нашем учебнике решите, пожалуйста, примеры номер 2 и номер 3. Наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Придумано кем-то, просто и мудро. При встрече здороваться – доброе утро. Доброе утро – солнцу и птицам. Доброе утро – улыбчивым лицам. И каждый становится добрым, доверчивым. Доброе утро длится до вечера. Давайте определим тему урока и начнем с загадок. Утром, как заведено, разомкнешь ресницы, И к тебе идет оно – розовый жар птицы. Конечно же, это солнце. А стемнеет – он придет. Тоненький, смущенный, он о цыпочках войдет. Долькой, лимонной – это месяц. Срок прошел, плывет она. В пелене тумана. Круглолица и грустна, будто не смеяна. Луна. Слова отгадки – солнце, месяц, луна – Спрятались под словами-указателями – оно, он, она. Вы, конечно же, догадались, что тема нашего урока – местоимение, закрепление. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что же такое местоимение, как оно изменяется и какую роль в предложении играет местоимение. Местоимение – это часть речи. Местоимения указывают на предметы, но не называют их. Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они – это личные местоимения. Местоимения я и мы указывают на того, кто говорит. Местоимения ты и вы – на того, к кому обращаются с речью. А местоимения он, она, оно, они указывают на того, о ком или о чём говорят. Поработаем с упражнением. Задание – отредактировать текст. Филин – красивая птица. У филина длинные крылья жёлтого цвета. Летает филин бесшумно. Глаза филина красноватые. Филин – ночная птица. Филин выходит на охоту в сумерках. В тексте повторяется слово «филин». Нельзя сказать, что звучит это красиво. Попробуем отредактировать его следующим образом. Выполним проверку. Филин. Филин – красивая птица. У него длинные крылья жёлтого цвета. Летает филин бесшумно. Глаза у него красноватые. Филин – ночная птица. Он выходит на охоту в сумерках. Вместо имени существительного «филин» мы вставили местоимение «нево», «он». Ребята, прочитайте ещё раз внимательно второе предложение. У него длинные крылья жёлтого цвета. Какую роль в этом предложении играет местоимение? Давайте мы к местоимению зададим вопрос. Крылья у кого? У него. Следовательно, местоимение «нево» является в предложении дополнением. Внимательно прочитайте шестое предложение. Он выходит на охоту в сумерках. Какую роль в этом предложении играет местоимение? О чём говорится в этом предложении? В этом предложении говорится о филине. Кто? Он. Он – это подлежащее. Следовательно, в предложении в этом местоимение является подлежащим. Можно сделать вывод, что в предложении местоимение является дополнением и подлежащим. Но в старших классах вы узнаете, что местоимение ещё может быть и определением, и сказуемым, и обстоятельством. Личные местоимения изменяются по лицам и числам. Рассмотрим таблицу. Первое лицо – единственное число местоимения «я». Множественное число «мы». Второе лицо – единственное число местоимения «ты». Множественное «вы». Третье лицо – единственное число местоимения «он», «она», «оно». И множественное число «они». В третьем лице, в единственном числе, местоимение имеет род – мужской, женский и средний. Поработаем с упражнением. Спешите, вставив пропущенные местоимения, определите лицо и число местоимений. Выполним проверку. Ветер, ветер, ты могуч. Местоимение ты – второе лицо, единственное число. Чем вы гости торг ведете? Местоимение вы – второе лицо, множественное число. Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Местоимение она – третье лицо, единственное число. А теперь давайте поиграем. Найдите в каждой строке лишнее слово. Я, он, на, ты. Лишнее слово – на. Это предлог. Мы, они, вы, но. Лишнее слово – но. Это союз. Нас, нами, нос, нам. Лишнее слово – нос. Это имя существительное. Оно, его, ему, яму. Лишнее слово – яму. Имя существительное. Мной, меня, мне, мне. Лишнее слово – мне. Это глагол. Тебя, тебе, тобой, табун. Лишнее слово – табун. Имя существительное. Давайте подведем итоги. Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на людей, животных, предметы, признаки, но не называет их. Местоимения заменяют в речи имена существительные. Местоимения я, мы, ты, вы, он, она, они – это личные местоимения. А личные местоимения изменяются по лицам и числам. Местоимения третьего лица в единственном числе изменяются по родам. Местоимения делают нашу речь разнообразной, яркой, помогают избежать повторов. А теперь переходим к домашнему заданию. Открыв учебник, на странице 98 вы найдете задание «Проверь себя». Пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня, вам необходимо выполнить следующие задания. Первое. Составьте сообщение на одну из тем, что я узнал или узнала о местоимении. Или какую роль в нашей речи выполняют местоимения. Второе задание. Запишите местоимения, которые вы используете при определении рода имен существительных. Укажите их лицо, число и род. Думаю, с этими заданиями вы справитесь на пять. Желаю вам успехов. До свидания. До следующего урока. Здравствуйте, ребята. Давайте вспомним, какой раздел мы с вами изучаем сейчас. Поэтическая тетрадь. А с каким автором мы с вами познакомились на прошлом уроке? С Агнией Львовной Барто. Скажите, пожалуйста, а какие стихотворения мы изучили на прошлом уроке? В Разлука и в Театре. Вашим домашним заданием было подготовить выразительно чтение этих стихотворений. Но я уверена, что у вас все получилось. Послушайте отрывки из стихотворений и узнайте автора. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок. Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел. Борис молчал. Николай ногой качал. Дело было вечером. Делать было нечего. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ну, конечно же, вы узнали этого автора. Тема нашего урока – стихи о детях Сергей Михалков «Если». Сегодня мы узнаем биографию Сергея Владимировича Михалкова. И познакомимся с его стихотворением «Если». Итак, Сергей Владимирович Михалков родился в 1913 году в Москве. Школьные годы провел в Пятигорске. Первые свои стихи обыкновенные взрослые напечатал в ростовском журнале. Поэту было на тот момент 15 лет. Из редакции он получил письмо «Очень не восхищайтесь, учитесь работать и шлите нам свои стихи». Первое стихотворение для детей он назвал «Три гражданина». Сергей Михалков напечатал его в журнале «Пионер» в 1935 году. А вскоре появился и дядя Степа. И молодой поэт, как говорится, в таких случаях проснулся знаменитым. Сергей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь. История его жизни полна разных событий. Сергей Михалков – это величайший человек, талантливый поэт с молодым сердцем и душой ребенка. Военный корреспондент, драматург, писатель. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, сценариев для мультипликационных и художественных фильмов. Итак, как много же книг написал Сергей Михалков. Его стихи, басни, мультфильмы наизусть знают и взрослые дети. Вот лишь некоторые из них. А еще Сергей Владимирович Михалков является автором двух гимнов. Это гимн ЦССР и гимн Российской Федерации, с которым вы все уже знакомы. Сейчас я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картинку. Скажите, что вы слышите? Наверняка вы услышали шум дождя. Какие чувства и фантазии у вас возникают, когда за окном идет дождь? Над этим вопросом вам еще предстоит подумать. Ну, а вы сейчас послушайте стихотворение Сергея Михалкова «Если». Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, даже лаять не хотят. Где же солнце? Что случилось? Целый день течет вода. На дворе такая сырость, что не выйдешь никуда. Если взять все эти лужи и соединить в одну, а потом у этой лужи сесть, измерить глубину, то окажется, что лужа моря черного не хуже. Только море чуть поглубже, только лужа чуть поуже. Если взять все эти тучи и соединить в одну, а потом на эту тучу влезть, измерить ширину, то получится ответ, что краев у тучи нет. Что в Москве из тучи дождик, а в Чите из тучи снег. Если взять все эти капли и соединить в одну, а потом у этой капли ниткой смерить толщину, будет каплища такая, что не снилась никому и не приснится никогда в таком количестве вода. Итак, главные герои этого стихотворения – дети. Они смотрят на улицу сквозь окно. Им грустно. На улице идет очень сильный дождь. Мокрая трава, деревья, животные. Стихотворение начинается почти унылой интонацией, которая вскоре сменяется заинтересованной. Как говорится, тучи летят, собаки мокнут. Оказывается, ребята хотят играть на улице. Но где же солнце? Кажется, мир стал сплошной лужей. Кажется, город скоро утонет. Уже и у неунывающие дворняжки только скулят, а не весело гавкают. Погода, что называется, развела сырость. А что помогло детям скоротать этот дождливый день? Детям скучно было, и они начинают придумывать. То есть играть в игру «что было бы, если бы». Так дети стараются отвлечься от грустных мыслей. Давайте вспомним, какие фантазии возникали у этих ребят. Если взять все лужи и соединить в одну, а потом у этой лужи измерить глубину, то окажется, что лужа не хуже Черного моря. Но только поуже. А если тучи все соединить в одну, измерить ширину, то краев у тучи не будет. А если взять капли все и соединить в одну, а потом ниткой измерить толщину, то получится огромное, большая каплища. Скажите, пожалуйста, а как можно назвать этих детей? Правильно, фантазеры, выдумщики. Чему учит нас это стихотворение? Это стихотворение учит нас коротать время с интересом, находить для себя занятия в любой обстановке. А еще стихотворение показывает, какая богатая бывает фантазия у детей. Мечтать и фантазировать – это совсем не бесполезное занятие. Кто знает, может, из фантазера получится творец. Ну а дома вы должны будете прочитать стихотворение так, чтобы слушатели почувствовали, какой большой фантазией обладают дети. Это стихотворение находится в вашем учебнике на страничке 116-117. Ну и самое главное, вы должны нарисовать о том, о чем вы фантазируете, когда за окном непогода. Ну а сегодня мы познакомились с вами с творчеством Сергея Михалкова, с его стихотворением «Если». А наш урок мне хотелось бы закончить высказыванием, принадлежащим Михалкову. В мире детской литературе есть сегодня хорошие книги, созданные на десятках разных языков. Есть книги учителя, строгие и взыскательные. Есть книги приятелей, а есть книги волшебники. Есть книги солдаты. И каждая новая детская книга – это праздник для тысячи юных граждан планеты Земля. Ну а вам спасибо за урок. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова